Вам надоело ждать милости от своей орхидеи? Вы носитесь с ней, буквально задуваете пылинки с ней, подкармливаете, боитесь залить, не долить, она никак не хочет цвести. Неужели нет способа, чтобы заставить орхидею цвести? Оказывается, есть. Существует два способа заставить орхидею цвести, то есть стимулировать ее. Это с засухой и перепадом температур. Однако имейте в виду, что стимулировать нужно только взрослые растения, здоровые, чтобы не было гнилых корней. Если растение только отцвело, дать ему отдохнуть. Ни в коем случае не экспериментируйте с молодыми растениями или растениями, которые болели. Этот метод подходит для всех эпифитных орхидей. Весной, когда ночная температура устанавливается плюс 16 градусов, мы берем орхидею, которую хотим заставить цвести, и выносим на балкон или на улицу, если есть возможность. Вы можете выносить орхидею на ночь, а днем заносить в комнату. Но если есть условия, допустим, можете притянить орхидею или днем не попадают солнечные лучи, то ее можно оставлять и на день. Днем листья получают много света и солнечного тепла. Ночью, соответственно, охлаждаются. В результате этого в растении накапливается много углекислого газа. Это способствует росту корневой системы, листьев, а избыток углекислоты идет на развитие цветоноса. Этот способ стимуляции можно использовать не только весной, но и летом и осенью. Но летом у нас ночи не такие прохладные, и поэтому период стимуляции будет более длительным. А вот осенью ночная температура подходящая, но в это время освещения менее интенсивное, поэтому потребуется более длительное время, чтобы заставить орхидею цвести. Однако помните, что в долгосрочной перспективе на этот метод рассчитывать не стоит. Если вы на протяжении всего периода заботились об орхидеи абы как, то это ни к чему хорошему не приведет. Цветочные почки в орхидеях закладываются по несколько раз в год. Но вот развитие они получают в благоприятных условиях. В благоприятных условиях это условия, которые подходят для орхидеи, а не для нас. Способ стимуляции выглядит следующим образом. Если мы поливали орхидею раз в неделю, то период засухи можно увеличить. То есть полить орхидею не раз в неделю, а раз в две недели. Самое главное не жалеть растения, не нужно ни опрыскивать ни листья, ни корни. Ведь в природе растения тоже испытывают период засухи. Через месяц-два, когда появится цветонос, орхидею нужно поливать как обычно, раз в неделю и начинать подкормку. Если получится так, что цветонос появится осенью или зимой, то растению нужно обеспечить подсветку. Если не обеспечите подсветку, то растение может приостановить цветение. Оба способа стимуляции это вырезанные кадры из жизни растений в природных условиях. Но если мы будем понимать растения, то у нас не возникнет проблем с их цветением. Создавая средства из ситуации в домашних условиях, мы заставляем орхидею цвести.